Это уже сейчас приезд в Лондон 3 вместе с труппой балета Большого театра. Первый мой приезд был, когда я был артистом кордебалета и танцевал в основном в массовых и не имел сольных ролей. Второй приезд уже был для меня гораздо значимым, потому что я танцевал главной партией в Лебедином озере «Это злого гения» и в балете «Корсар» Конрада. И таким доверительным, скажем, спектаклем было «Открывать пламя Парижа» в постановке Алексея Ратманского. И сейчас вот третий раз такой очень важный для меня, потому что мы привезли очередной раз балет «Спартак» и мне доверили исполнять эту партию. Здесь, который я очень долго шел, который очень хотел станцевать, который являлся моей мечтой. И я рад, что публика в Лондоне смогла увидеть моего «Спартака». Это замечательно, когда есть возможность показать себя в разных направлениях. И замечательно, что руководство дало шанс показать себя не только как «Спартак», как воинственный драматический герой, но также как и нежный, трепетный муж, в данном случае Зины. И это абсолютно другая роль, она более спокойная, более нежная, но в то же время такая тоже мужская, потому что это спектакль именно о таком мужском тоже, ну как человеке, мужчине из России, из деревни. Это забавно, но самое классное, что в этот спектакль я танцевал, я в этом спектакле станцевал все, что можно. Я станцевал гармониста, классического танцовщика, и вот теперь я танцую от Петра. И на самом деле выступление в Royal Opera – это был мой второй выход в этой партии. Мне больше нравится именно драматическая основа произведений, но в «Дон Кихот» там нету уж столько комедии. Это больше, наверное, спектакль просто о веселье, о солнце, не знаю, о вине и о том, чтобы у всех было счастье во всем мире. Поэтому я бы не отнес бы этот балет комедийному, но я думаю, что этот балет скорее просто счастливый. Насколько тех спектаклей, которые мне нравятся, конечно, мне нравится танцевать спектакли с более драматическим акцентом, потому что в начале карьеры я танцевал много ролей, которые действительно связаны с шуточным, то есть комедийных ролей. И поэтому мне больше уже интересно раскрываться в более глубоких спектаклях. И в этом году, например, мне повезло, посчастливилось танцевать в «Зимней сказке» у Уилдена «Партия Леонта». И считаю тоже это одним из успехов этого сезона. Любое произведение, которое так или иначе проходит через карьеру артиста, ну, по крайней мере, у меня, то есть я читаю каждое произведение, которое ставится. Наверное, единственное произведение, которое я не успел прочитать, это была как раз-таки «Зимняя сказка», потому что мне пришлось экстренно выучить «Партию Леонта» за три дня. Ну вот, и... Ну, я сам не ожидал от такого подарка судьбы. Ну вот, поэтому, ну, как раз к сентябрю будет время это наверстать. Но, конечно, и Шекспир, и Гамлет, и Ромео и Джульетта, и Отелло, и все произведения, как бы, есть определенная полка дома, где стоят эти книги, которые, если идет спектакль даже не Шекспира, даже самую первую партию, которую исполнял это «Сеньор Помидор» в балете Чаполина, я тоже читал. Поэтому, конечно, мы читаем, мы изучаем, ну, вот сейчас будет в октябре, например, премьера Ивана Грозного, ну, вот, поэтому нужно тоже найти информацию о его жизни, о его истории, о истории России, для того, чтобы понять значение этой личности в истории России. К огромному сожалению, балетный рейф не приехал в Лондон, и это очень от этого жалко, потому что это замечательный спектакль, и один из ярких спектаклей, созданный специально для Большого театра. Ну, наверное, тоже одна из причин, почему этот спектакль на рейф не приехал, это потому что в этом спектакле занято очень много людей, около трехсот, и там заняты не только артисты балета, и артисты хора, и артисты оркестра, и еще специальные драматические актеры, то есть это очень большой спектакль, который, ну, наверное, он пока только стационарный, то есть находится только в Большом театре, и как раз несколько представлений будут в ноябре в Москве. Самое ужасное, что с тобой происходит на сцене, это когда ты забываешь порядок, когда твой взгляд вот так смотрит, и ты так смотришь на партнерш, и что дальше? И он такая... И все, и ты понимаешь, что полный провал, и начинает мозг просто работать очень быстро. Я из тех людей, наверное, который не говорит о своих планах ровно счетом, потому что я могу о них сказать только тогда, когда они будут реализованы, потому что очень сложно предугадать что-то в нашей жизни. Относительно профессии, конечно, хочется как можно дольше танцевать, и как можно больше иметь новых ролей и балетов. Одно время я очень мечтал танцевать балет Майерлинг. Ну, и, в принципе, мечтаю его, наверное, воплотить до сих пор. Просто, ну, сложится или нет, никто не знает, но есть такие мечты. Конечно, хочется достичь, наверное, в карьере, как любому артисту, наивысшей ступени карьерной лестницы в театре, доказать прежде всего самому себе, что ты не зря выбрал и эту профессию, и как бы нашел именно вот этот вот, забрался на самый пик. Пика вообще нет, просто каждый, каждый он свой. Но это не самое важное. Конечно, важно, чтобы как можно дольше твое тело оставалось здоровым, это выступать перед различными людьми в разных странах. И, наверное, как можно постараться максимальней сделать балет популярней, чтобы о нем не забывали, и чтобы как можно больше мальчишек приходило в эту профессию, потому что без них она вымрет. Субтитры создавал DimaTorzok АПЛОДИСМЕНТЫ 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 АПЛОДИСМЕНТЫ